Девушки отдыхают 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 Подобно, когда моя мама была в церкви, то немного ездила на конях. Так что, как говорится, уродила меня и те кони были вокруг меня от самого начала. Не помню даже, когда я начал ездить кон, потому что было так быстро. Не помню этого первого раза на коне, я была очень маленькая. Ну а тренинги такие, спортовые, скоковые, пришли около 10-12 лет, такой в школе основной была. И как бы я решила, что это, что хочу делать, хочу брать участие в заводах. И вместе с моим братом, который активно берет участие в заводах, который тоже активно берет участие в заводах, мы начали wspólные тренинги. Тато был нашим тренером. И вообще каждый наш день полегал на том, что просто из школы встали в автобус. И приезжали сюда, до ТРАХ, до нашего осьродка ездецкого. И тельнее тренировали. Ну и так есть, до сегодня. До сегодня тренируем мы каждый день. Моя песням скоки, а не уезжжение. И тоже это как бы из того, что наш осьродок есть таким осьродком о профиле скоковым. Тато тоже всегда тренировал скоки. Мама тоже. То есть такая наша родинная традиция. Но если бы я выбираю, то я бы выбираю скоки. Потому что это для меня дисциплина гораздо интересная. Многое происходит. Есть адреналина. Есть скорость. Существенные наезды. Так что на певно скоки, то есть то, что меня больше тренирует. Ездецство является такой специфичной дисциплиной. И еще единственной дисциплиной олимпийской. В которой женщины рываляты на ровне с мужчинами. Одного года мистерства света выигрывает 60-летний, скажем, легко при себе мэзжцын. А два года позже выигрывает штуплютка двадцать паролетняя женщина. Так что это такой спорт, где вообще не имеет никаких предиспоций. Конечно, конечно, лучше быть немного штуплейшим. Мить дугие ноги. Но, как я говорю, в этом ездецстве одно Grand Prix выиграет заводник, который старший. Два года позже выиграет кто-то, кто младший. Зарызыкует. Так что тут не имеет таких предиспоций. Ваще всего каждый может ездить конно. И на pewno это большой плюс этой дисциплины. Я треную ежедневно. Часами сделаю себе эту слововую, волную неделю, так называемый день коня. Но на pewno от понедельника до субботы интенсивно треную. Встаю рано, начинаю ездить свои кони. Те каждый день есть другой. Одного дня скачем, одного дня тренujemy такие уезжжения скоковые. Так что каждый день выглядит zupełnie inaczej. Додатково с теми, в которых выезжаем на заводы. Те каждый день третит 7 дней, потому что начинаю тренинги от понедельника. В четверг выезжаю на заводы. Заводы трвают до недели. Так что тогда даже не имею этого дня волного. Додатково, что я езжаю конно, занимаюсь также тренированием молодежи. Так что, когда закончу ездить, по поутнию приезжают наши наши подопечники. И начинаем тренинги с молодежью. Додатково проводят также шкулку рекреационную. Так что, еще по тех тренингах спортовых с молодежью, проводим вместе с моими инструкторами такую ambитную шкулку рекреационную. Для детей, для молодежи, которая тоже хочет gdzieś там в этом направлении развивать. Так что, на pewno, есть много работы, есть, что делать. Но это очень приемная. Я не чувствую, что я в работе. Я просто делаю то, что любят. С коими, которые дадутся до скоков через шкоды, это также очень разно. На pewno не каждый коень надоет себя до этого спорт. Коень должен иметь предиспозиции. Так что, мы тоже шукаем таких пэрелек, этих коней, которые, которые, власти, надоют себя до спорт, надоют себя до высокого спорт. И, ну, не есть это такая латва справа, потому что, ну, мы тоже много зрябаков, которые мы покупаем, в этом году молодые кони. Лицом на то, что они позволят нам в будущем брать в будущем в этих высших заводах. Так что, где-то там обратно внимание на родовод этих коней. Купаем кони из-за границы, из Голандии, из Немец, из Белгии. Главное, именно из этих краев. Но, ну, регула здесь тоже не есть. Мой брат через дуги час был коней полской ходовли, которым... Коень назывался Элкамп, такой очень знанный в polskом ездительстве. Коень, которым выстатывал на Мистцовстве Европы. Позже Андрей Оплатык брал также на этом коне. Выграл много медали в Мистцовстве Польской. Так что, ну, не ма тут, как я говорю, регула. Также полска ходовля на певно есть очень хорошая. Но есть кони, которые, ну, не потратят скакать с рацией своей расы. Например, кони каких-то зимно-крвистых, каких-то таких тяжких рас. Или кони, которые по-просто, как-то человек, один человек прескакивает два метра, или два метра. А я, ну, хоть бы я очень распределила, не дам ради. Так что, с коней тоже есть на певно то, что не каждый конь ма предиспозиции до спорта. Но, что есть еще такое интересное, что на певно тренинги мы можем много выработать. И часто те кони, которые как молодые не рокуют как-то так фантастически на прошлость, оказывается, что с тренингом как-то 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 какие-то какие-то награды и места в заводах. Заводы ездеские в дисциплине скоки через прескоды на паркор. Заводник въезжает на паркор. Ма окрестный час 45 секунд, чтобы начать свой прескод. Ма усталенную kolejность прескод. Звыкле около 10 прескод. Муси поконать тор этих прескод на чисто, без ржуток, без выламаń, а также в как-най-лепшем часе. Не ма такой subъективной оцене сендей. Не оцениме стилу. Съеме конкурси стиловые, но это для детей, или оцене молодых кони. В моем seniorном, профессиональном ездестве езжиме на чисто, и как на скорости. Так выглядят конкурси. Заводы складываются несколько дней. Заводы 3-4-5-дни. Съеме туры. Едеме на 2-3 тига. На такие заводы. И каждый конкурс на этих заводах лиця отдельно. Не сумеем конкурсов, только в едином конкурси могу выиграть, как маше место на попредних заводах, а в следующем конкурсе займем остатне место. Так, что каждый конкурс есть отдельно. международные мисточства, где в мисточствах полиски о этом медали, о остаточном результате сума пунктах собранных заводов. Так, что каждое заводо есть немного ине. Если касаемо конкурсов, для детей для куциков, на уровне 50 см. Я беру удал в заводах, которые закончатся на высоте 1,6 м. Это самые высшие конкурсы. На заводах огольнополских есть маа рунда, средняя рунда, дуга рунда. Дуга рунда конкурсом Grand Prix, который обычно 140-145 см. Это такой уровень достаточно для профессионалистов. Приготовление коня на заводы начинается уже в доме. Треба опрошь того, что витреновать на эти заводы, треба его готовить с выглядом. Звыкле голимы кони на заводы. На транспорт приготовим охранячи транспортные, так называемые подогони, потому что транспорт не безопасный и стрессовый для многих коней. Коней не створены для того, чтобы водить 1000 км. Треба сделать это безопаснее. Треба охранячи транспортные на ноги, установление коней в кони и в длежных трассах бежиме пристанки. Треба на раз не должен делать каких-либо 600-800 км. Треба умеем по дороге пристанки. Треба пристанье До этого бяла кошула, у мэзжчезн крават, kobiety mają taką кошулę ze стойком tutaj, на то фракшек, oczywiście офицерки, вычисzczone, ну, каск, рэнкавички są kwestią довольной, индивидуалной, одни любят ездить в рэнкавичках, одни ездят без рэнкавичек. Так, что этот строй есть описан в переписах, но тоже есть большая разнообразность. Я особо очень люблю играть модом ездецком. На один конкурс убираю бежевый фрак, на другий конкурс червоны, на третий чарны. Старамся так колористично добираю бежевый фрак, под строй моего коня, czyli под чапрак, под наушники. Так, что та мода ездецка есть на правде очень интересная. Ну и для меня, как женщины, есть также важным элементом этого ездецка. Мои самые большие успехи, я надеюсь, что еще есть перед мной. Oczywiście в моем жизни проехала много конкурсов на «Чисто», выиграла много конкурсов. Заразы были также медали, что на уровне региональном, на уровне огольнополском. Два года назад удалось сделать вицемистовство в категории «Кобиет», в категории «Ладис». В общем, это еще не официальное место, это «Пухар «Полский»-кобиет». Так, что это был для меня большой успех. Но для меня важнейшие и важнейшие и важнейшие с конкурсы заличные до ранки Лонжинеса. И тут мне удалось в своем жизни быть неоднократно в первой тройке такого конкурсу. И это так на правде для меня есть такая наибольшая сатысфакция «Ездецтва». Але так, как я говорю, я надеюсь, что эти успехи еще прежде мной. Если chodzi о маржения в «Ездецтве», то нам их на правде целое множество. Зачем от таких маржей связанных в нашей стайне. Я хочу, чтобы наш осьродок гораздо лучше проспераил, чтобы мы имели до диспозиции лучше плак, лучше прешкоды, чтобы вся эта инфраструктура нам здесь улучшила. Это такое маржение на этой пласцузне. Я хочу, чтобы traфить на такого коня. Так как я говорю, купим ко год кони. И хотелось бы traфить, чтобы один из этих коней, ну, лучше все, но чтобы приноимно этот один был по-просто таким super чемпионем и чтобы на нем могла выигрывать на правде высокие конкурсы. Ну, очень хотелось бы сделать медаль мистерств в Польске. Но мне это еще не удалось. Так как говорю, мой брат сдобил в своей карьере медаль на poziomie junиорском, молодых ездцев, как также на poziomie seniorsком. Для меня это на певно маржение. Ну, и это тоже очень с тем, что хотелось бы достоять до кадры международовый. Поредуем ремонтам российских на заводах международовых, учебникам в Пухарах народов. Ну, а уже таким маршемием, маршем, это выразит на мистерство света, на Олимпиаде, или учебникам в цикле таких таких заводов, что Мистерство в Глоба очень претитовое заводное. Ну, и это такое моим маршеминем. Кто знает, может я спешил вам есть какиеś marzenia w tym jeździectwie. Если chodzi o przepis на sukces, то на pewno uważam, что это тяжкая работа. Такая сумienna, codзienna, тяжкая работа, потому что каждый конь должен ходить 6 дней в неделю. Может быть это тоже монотонно, что мы поджигаем, ездим, ездим, но так на правде это именно самый большой супис на успех. Такая сумienna, тяжкая, codзинна работа. Конечно, немного счастья до этого тоже нужно быть, потому что в паркурсе не раз случится, что конь пухнет, дронг не падает, 0 пунктов, это преимущество, а кто-то другой будет иметь пеха, а тронг нестетно спаднет, и уже не имеет этого преимущества. Такая счастья тоже на пыльно тоже придает в этом ездецке. Это тоже один из элементов моей работы, тренинг коней. Кто-то имеет коня, но хотел бы, чтобы я этого коня тренировала, чтобы я его до какого-то позиома в ездецке. Такая же тоже я и брат бежим коней в тренинг. Стараемся я как-то лучше проводить, учитывать, чтобы могли себя развивать и ходить в такие высокие конкурсы. Моя дисциплина, czyli скоки через прескоды, на pewno różni się от уезжения, даже и самым спрятом. Моя сиоделка есть плаская, имеет краткую тыбинку, сиодло уезжжения уезжжения в целом. Уезжжения в целом Такая езжима на в целом ином спряте. Я, встать себе, но я не сижу в жизни на сиодле уезжжжениях, поэтому даже не могу такого сравнения. Но моё сиоделко Это супер, очень хорошая вещь, но это тоже не так, потому что такое доброе сиодло, это уже стоит около 20 тысяч рублей. Это деликатная скурка, так что нужно очень внимательнее и уважать на такое сиодло. И есть тоже вопрос о допускании сиодла до коня, это тоже не такая простая справа. Здесь помогаем подкладкой, но на pewno контейнер будет доволен из этого сиодка. Еще на конец стремиона, такие fajные стремиона, которые есть выписаны. Тут есть левая. И есть. Конти не грызь. Конти меня так страшит, что меня угрызли, но еще меня никогда в жизни не угрыз. В уезжжении на pewno не используем таких помощи, как на персик, не ездим заводом в охране. Мы можем стартовать в охране, так что есть на pewno много различий между скоками и уезжением. Я тоже лично делаю практически все на заводах сама. Но большинство ездитов используется с помощью лузака. То есть с такой человек, которая занимает себя чистым, сиодланием, спacerом с конями. А ездит только в сиадом и едет конкурс. В случае, когда мы на заводимы 7 коней, то мы не можем делать все. Мы можем только на старте, только на результате. То есть лузак тогда занимает себя нашими конями. Также обычно лузаки работают на каждый день с этими конями, поэтому знают те кони. Но я сейчас у меня два основных коня для стартов, поэтому могу без проблем все сделать на заводах сама. Но не нарекам. Это тоже плюс, потому что те кони тогда очень хорошо меня знают. У нас уже два года. На pewno мы очень хорошо знаем. Окей, еще то. И конь почти готовый. Какие проблемы технические. Окей, то сейчас я уберу себе бутки. Стой, кунтик. Тябинка. Окей. И можем начинать. На каждом коне стараюсь ездить 45-50 минут. Но, когда конец не грешный, не хочет współpracовать, тогда эта езда может się немного продлужить. Мимо того, что тренируем скоки, скачем раз, максимум два раза в неделю. И это тоже не всегда целые паркуры. Часами тренируем только элементы паркуру, так называемую гимнастику. Так что это достаточно сложное. И на самом деле нужно на этом знать. Чтобы понять, как этого коня приготовить до заводов. Как сделать, чтобы эта форма на заводах была добра. А чтобы на мисточствах поли, например, была такая форма шкитовая. Потому что мы не сможем утримать коня 365 дней в году в такой топ-top, в такой высшей форме. Так что здесь тоже есть роль тренера, чтобы хорошо планировать целый сезон. Часами едем меньше конкурсы, чтобы на следующих заводах поехать те трудные, самые высшие. Так что это очень сложный спорт. Что тоже интересно в ездецке, то что каждый конь есть один. Не имеет двух таких самых коней. Прежде всего каждый конь есть инакцией сбудованный. Ма иный темперамент. Например, контор очень электричный конь. Он обратит внимание на целое окружение. Он не боится, но реагирует на нее. Он откроет, иногда сзади выстрелит. А есть кони, которые все могут быть где-то. Они выходят на ездаль, делают свою работу и ничего не двигается. Так что каждый конь есть ином. Иначе с каждым конем работает. Чего-то иного можно требовать от коня. Для меня это тоже очень интересный элемент моей работы. Скоки тоже есть дисциплина лжественная. Дуже ездим в пулсиаде. Поставим кони на немного свободы. Здесь не все такое планирование, как в уезжении. В паркуре тоже едем кратским наездом, немного дольше. В паркуре тоже есть моменты отдыха. Так что... Музыка. 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 Достаточно вершли из завода. А уже за два дня жуждаем снова. Так что... Ну, тут сейчас нас houляемся в процессе завода. Коня идут там, приезжаем на заводы, вытекаем кони, спрятаем тыл кониовозу, а мы живем в тракте заводов в тракте четыре дня в этой части, в этой части, в этой части, в этой части, в этой части. Это вполне поспрятаемо, тут есть одно ушко, второе ушко, третье и четверто, так что четыре человека без проблем у тебя спятят, есть тут такая часть, так называемый поп-out, То есть, как бы, вся эта часть высула, мы много места, есть кухня, есть лодка, есть так на правду все, что потребуется в течение этих четырех дней. Это наш кампер. И так, большинство заводников подружают и живут в течение заводов на территории осьродка, чтобы тоже быть близко кони. Все мы на этом паркинге вместе, мы собираемся вместе, поэтому заводы тоже такие приязания, часто милости, связки, есть много таких мауреств и детских. Такой, как бы, способ на жизнь, я бы сказала. Опрочем того, что я заводница, я тоже тренерка. Так, как уже говорила, тренируем молодежь, дети у меня в стайни, но также доезжаем на тренинги. И на pewno одной из самых уталентованных амазонок, с которым я могу тренировать, есть Паулинка Слонец, которая здесь ездит на своем куцику. Тренует она в своей стайни, которая находится около 6 километров от моей, поэтому этот тренинг тоже есть очень улучшенный, мы до себя очень близко. Паулинка тоже со своими коями приезжает до нас, до стайни. И как бы, от 2 лет, цище всего współprакуем. Наша współprака тоже на том, что я езжджу на большом коне, которого она является владелкой и в будущем, когда этот конь будет в будущем, когда этот конь, будет также мог Пауле впровадить в такой свет диких коней, в свет поважных, высоких конкурсов. Паулинка Малав 11, она уже много много на своем коне. До той поры стартовала в категории куци. Диспонула швейтной ставкой четыре, на праве, шибких, докладных куциков, так что о своих осиуганиях на певно нам тут опове. А в филии obecной поволи пресиада на дуже конь. В зешний weekend заличила właśnie дебют на своей новой клачи. Так что, так что, это время на поднешение попречки и на гораздо выше конкурсы. Тренинг детей абсолютно изменен, чем тренинг родорослых. Умажает иную подъявку, в принципе, иной информации. Детям все в очень простой это все но дети тоже на певно все это как в каждом спорте. И чем мы начнем тренировать в младшем это, чем мы можем меньше ослабить. с высportованной заводницей, она рухово очень хорошо тренирована, так что хорошо надаёт себя в этом спорт. Я езжу от 5 лет и я надеюсь, что я езжу до конца своего жизни. Я тренирую 2-3 раза в неделю скоково, а так я езжу практически каждый день на шоках по пласке. Она, как на такой молодой век, очень важная мазонка. Я езжу каждый день несколько коней, иногда четыре, иногда пять, сиаду на коне от родителей. Так что ты просто кохас ездить конно, правда? Так, так. Не есть обязанность и никто не смушает, что ездим, тренируем, нужно это делать, она просто хочет. Я например могу выйти между лекциями, могу ходить на коне, вылезать на коне, поездить и возвращаться дальше на лекции. У меня есть 3 место на мистерствах Польске, 3 место на холовом Пухаре Польске. Сейчас 1 место у меня на мистерствах Шлоска, там холовое. Так, 2 недели назад мы получили 2 медали, не? Те же ма на Кавалиаде Фьючер 3 медали, 1 место на 3 месте, 2 раз 2 место и много на 2-мах. Третье место, 2 место, 1 место, много много, много вглажных и стиловых конкурсов, но также конкурсов на час. Так что, в общем, самым осуществлением было на пауле заквалифицирование на Кавалиаде Фьючер, потому что попрышка была очень высокая, там 60 детей хотели заквалифицировать, а только 8 детей заквалифицировали. Так что Паула тоже заквалифицировала уже 2 лет с ряду на эту Кавалиаде. Стартаю на этот момент на Анапоне и на Леди, на Диклайне Леди, а стартовала на Писи, на Ноккашгер, на Ним, на Уэнди, на Франку, даже на Чингисхане. Моя мечта, это, наверное, заквалифицирование на Олимпиаде. В ездец мне файне это, что эта револизация на заводах, но не только то, но и спать время с этими красивыми животными. Так, Паула тоже любит, опрос такого поважного тренинга, что-то любит, например, на оклеп себе поскакать, не? Побавить себя с коньми, в терен поехать, не? То тоже всегда, где-то там, ну, не знаю, она только 11 лет, так что такая забава с коньми, по-просто, тоже справит ей еще большую фраиду. Это пухар, мой первый, такой важный, мистец из Польши, на моей укошной Кутынце, Уэнди. Тут мы три с Кавалиады, тут мы второе место с Кавалиады на Франку, тут есть с Пыськи, а тут еще другий с Франка. Тут мы третье место с Лешна, с Халового Пухару Польши. Тут мы первое место с Мистец Шлоска. Тут мы второе место с Мистец Шлоска на Анапонии. Тут третье место с Якубовиц, Мистец Полский. Тут из Мистец Шлоска, третье место с Куцеку на Уэнди. Тут на Анапонии второе место с Мистец Шлоска. А тут на Уэнди тоже с Мистец Шлоска второе место. Мистец Шлоска 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 Продолжение следует...